Илита Арксплюй Продакшн представляет Ну что ж, ничего страшного, пойдемте дальше по сюжетной линии Не забываем использовать ведьмачье чутье Вот мы видим здесь всякие ягоды или что это Лепестки Ну короче говоря, для алхимии может пригодится Вот немножко соберем Еще раз говорю, мы будем проходить полностью игру Все миссии, которые я только смогу найти Досконально Потому что игра шедевр, запомните И она убийца Скайрима, еще раз повторяю Вы убедитесь в этом Посмотрите там 4-5 выпусков, вы поймете почему она убийца Скайрима Ну что ж, здесь в принципе делать нечего, поехали Нам нужно ехать за Весемиром Встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа Так, лошади Большую часть времени ведьмаки проводят в поисках новых заказов Пересекая для этого широкие равнины Поднимаясь на горные перевалы И пробираясь через болото По счастью, в путешествиях Геральт всегда может положиться на свою лошадь На сдельные сумки, в которых Геральт может хранить свои вещи Вот, то есть мы можем хранить вещи В сумках, которые одеты на лошадь Одеты Чтобы подозвать лошадь, дважды нажмите Х Ну, это я уже пробовал Он будет просто свистеть Кожаной флейте играть Ну, поехали Чтобы перейти на быстрый бег, нажмите ШИП Ой Давай Новая отметка Так, там на мини-карте какая-то красная жижа Что это такое, красное пятно Ладно, поехали Так вот, они говорили, перебили меня Не дали сказать ничего Карьер Левый шифт Теперь помедленнее А ты веришь? Надо во что-то верить А то жить не хочется Очень много они базарят И не дают мне поговорить Моим прекрасным сексуальным голосом Вот мы видим какая-то деревушка Я вообще жду, когда уже будет открытый мир То есть, чтобы мы могли пойти там И выполнять любые задания Скорее всего, это будет чуть позже То есть, по идее, мы Дойдем до какой-нибудь деревни И все И там нас отправят в путь Мы там сможем делать, что захотим Брать задания Торговаться Мост Ну что, поехали, братьюня Что происходит? Что происходит? Немного позже Идем? Что? На помощь! На помощь! Помогите! Акшен, экшен Мотор Запись О, новое существо Смотрите Лошадку съела Ну ты что за ушлеп, а? Сюда На, пес Так это Какая-то птица Как громко-то, а? А, сука Сука, больно же, сука Такая прическа Горшок называется О, боги Я ж едва не кончил Так же, как моя кобылка Это если бы повезло Похоже Кобыла умерла сразу А грифоны любят помучить Идят живьем по кусочку Вы Вам надо думать Вознаграждение полагается Так, нам предлагают Вознаграждение за то Что мы спасли бомжа Который одел на голову Горшок И сделал себе модную прическу Ты нам ничего не должен Паракрон пригодится Ну мы же знаем, да Что Их ситуации Главное выживать Ничто не делается За просто так Конечно же Давай пойти Легше Паракрон всегда пригодится Я молчусь, а? Ох, мошната у меня Прохудилась Сперва Нильфгардцы Товары реквизировали А теперь вот это Возьмите Как там след? Как я и говорил Доходит до большака И обрывается Затоптан А вы ищете кого? Стал раковым Видели, да? Все уже Подставляет Сракотан Ну ладно А нас спрашивают Ищем ли мы Кого-либо Ну не будем Говорить о своих Планах Просто скажем А тебе какое дело? А тебе какое дело? Задание Дополнено Сирень и Крыжовник Или что там было? Грифон В Истерии появилась Новая статья Backspace Так, нажимаем Глоссарий Щопните на глоссарий Нажимаем Где, куда? Сюда? Да Грифон Ну понятно Статья очень умно Да, сделали Здесь мы видим Всех существ Которых встречаем Советы о том Как с ними сражаться Вот они В бою поможет Ну я понял Восстань от меня Смотрим Это вот Гуля В бою поможет Масло против Трупоедов Вот кто играет в доту Запомните Этот совет Покупаете Масло против Трупоедов И убиваете Гулю А тебе реально Похож на Гулю? Лайфстиллер Ладно Так, и Грифон Анонимный Свидетель Нападения Грифона Так, смотрим Картечь Масло против Гибридов Гибрид И R О, R Тут у нас Знак Давайте вспомним Что он делает R Не помню А мы можем Глянуть Кстати, здесь По-моему Должен быть Интерфейс Рюкзак Во, во, во Да Здесь показаны Предметы Используем в данный момент В середине Хорошо Здесь показаны Прочие Принадлежащие вам Предметы Понятно Сортировка Понятно Характеристики Так Урон Серебряный меч Вот мы видим Я вам говорил По-моему Что у нас есть серебряный И стальной А, это нам говорили В начале Потом броня 21 Мощь знаков Ноль процентов Здоровья Максимум Три пятьсот То есть Лучше драться Серебряным Но иногда Нужен стальной Или наоборот Драться стальным И иногда Нужен серебряный Чтобы использовать Предмет Ну, понятно Все понятно Хорошо Смотрим Снаряжение Используемые вещи Записка Письмо От нашей Телочки Телочки Милый друг Не скучай Прости, что По прошествии Двух лет Не задаю тебе Вопросов А о жизни И здоровье Но время Не терпит У меня важны Известия Нам надо Встретиться Как можно скорее Отправляйся туда-то Возле чего-то И не щади Коней Не надо У меня один конь Не коней Один Хоть я и жду С нетерпением Этой встречи Я не могу ждать долго А, понятно Так Твоя милая подруга ПС Единорог По-прежнему у меня Помните Вначале Нас спрашивали Про единорога Ну вы поняли Они прыгают На роге Двоем По очереди Ладно Факел У нас есть Факел Кстати Очень интересно Как его использовать Ну-ка Сейчас Секундочку Дальше Ускоряет восстановление Энергии Энергия Это не здоровье Энергия Скорее всего Это где мы Использовали Знаки Алхимия Ремесло Лепестки Чемерит Чемерицы Чемерицы Не знаю Плод Баллисты Баллисты Лепестки Белого Мирта Мирт 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 Вот у нас оружие О, крут О, крутой Ладно, все, поехали Нас нечего здесь Разглядывать Давайте быстренько Глянем Что здесь Впаляется Танк Бич Что можно С коммуниздить Ну вот же Мешки Всякие разные Открывай Ковыряй Ладно, пошли дальше Идем дальше Поехали Здесь нечего делать Чтобы автоматически Оставляться на дороге Нажимаем Левый шиф О Видали уматно Я просто шиф Зажимаю И она автоматом Бежит по дороге Прикольно Населенная местность Вы подъезжаете К деревне Ведите себя Пристойно Помните Что стражники Не потерпят Бородства И не любят Тех Кто слишком Донимает других В городах И даже в деревнях Нередко устанавливают Доски Объявлений На мини-карте Они отмечены Таким знаком Но запомни Такой знак Читайте объявления Чтобы найти Работу И другие Возможные заказы Также узнать Местные новости Ну неплохо Ты че сука Ты че пес Подохни Спешится Подожди Братюня Я не доехал Один метр Ровно один метр О Водочка Слышь Молодой человек Что? С ними Это пока не поздно Это между прочим Герб Темерские лилии Пускай висят У нас уже не Темерий Дед А Нильфгаард Да не в жизнь Да не в жизнь Крутые татушки Крутые татушки у тебя Чувак Я с выродками Не пью Че? Че? Прошу прощения Прошу прощения За этих пинчук Да ничего Мы привыкли Люди здесь нервные Водочкой Водочкой А вы чего Изволите Сок Дайте мне Сока Диалоги Торговли Реплики Со значком Открывает Окно Торговли Ну давай Мы ищем Одну Женщину Я ищу Одну Женщину Темные Волосы Фиалковые Глаза Одевается Только в черное И белое Ехала Извербец И Знаю Что это звучит Глупо Но Пахнет Сиренью И крыжовником Не видал Такой Я бы Запомнила Уж Поверьте Да Ее Не забудешь Может Кто другой Вам подскажет Много тут Приезжих Со всех сторон Поспрашивайте Так Реплики Со значком Завершают Разговор Ну хорошо Покажи Что у тебя есть Ну покажи Свои прелести Покажи Что у тебя есть На смотри Ух Для покупки И продажи Примеров Используйте Панель торговли Чтобы купить Пример Дважды щекните По нему Чтобы закрыть Панель торговли Нажмите Escape Окей Окей Так Чучело Карта Для Гвинта В смысле Карточные игры Здесь есть что ли Лол Это типа Рубаха Ну что у нее Само собой У нее оружие Здесь не может быть Ну-ка Сколько у нас денег А Вот у нас По идее 300 монет Потом Вес 6 из 60 Уровень Первый У продавца 168 монет Что так мало А мы продавать Тоже можем Да Это предмет Нельзя продать Но другие Можно Ничего нельзя продать Ладно Ну смотрите 300 монет 300 300 Тракториста Ой Ну ладно Давайте лучше оружие Купим Когда найдем А Жулионна тут у вас Так ведь все в пути Один родных ищет Другой от фронта Бежит подальше И каждому зайти Надо выпить Ночь в тепле провести Значит война вам на руку Пока она конечно так Но по мне Лучше б мир вернулся В такое время Никогда не знаешь Что завтра будет А денег то дают За грифона Пока нет Раньше Если такое чудище В округе гнездо совьет Староста на награду В складчину собирал Или ехал господину Просить помощи А теперь староста Даже в нужник Без согласия Черных не ходит А господина Кажется повесили Вот и нет На него заказа Жалко Мы бы помогли Только не задаром О видали Не зря тогда я просил Деньги С купца Вот Он тоже Видите Ну такое время у них Выживать как могут Жалко что за грифона Не дают бабло Ну блин Ладно Все пока Пока старуха Спасибо За все Да дайте мне камеру Останьте от меня Ну На что ты намекаешь Пес старый Сирень и крыжовник У нас задача Расспросить путников О нашей девушке Ну давайте Быстренько здесь Пошаримся Так где-то был Во Во О двери Давайте посмотрим Что есть такое Закрыто Ну что за говно А здесь вообще Здесь есть Это Открытие замков И так далее Отмычки Ну ладно Потом посмотрим Пойдемте У нас задача Расспросить путников Пойдемте Расспросим Ну вот например Путники Поговорить Пустая трата Времени Скорее земля Станет вращаться Вокруг солнца Чем ты поймешь Правила Могу я тебя Отвлечь на минуту Почему нет Альдерт Гейерт Заслуженный Профессор Аксенфурдской Академии Читаю курс Современной истории Геральт из Ривии Ведьмак Незаслуженный Я ищу Одну женщину Длинные волосы Одета в черное И белое Ты видел такую Разумеется Нет В отличие от Охласа Я знаю Что вестница войны Лишь сказка Вестница войны Кто это Вестница войны О чем это ты Люди болтают Что по ночам Через поля Ездит морок Который выглядит Как прекрасная женщина Такая Как ты описал За ней движется войско А того Кто перейдет ей дорогу Ждет несчастье За последнее Я лично ручаюсь А ты знаешь Где ее В последний раз видели Нет Меня интересуют Факты А не легенды Что ты здесь делаешь Друг мой Не ожидал Встретить здесь Ученого Я так понимаю Ты бежишь от войны Ровно наоборот Я еду на фронт Тебе жизнь не мила Знания для меня Милее жизни А сидя за книгами Их не добудешь Я хочу увидеть Я хочу увидеть Агрессию Нильфгарда С собственными глазами Понять ее И описать Это будет Мой опус Магнум Магнум У меня тоже есть Магнум Возвращайся к книгам Пока не поздно Ну ладно О я правильно сказал Здесь не будет Выездных сессий Списка опечаток И прочих диссертаций Тебя убьет Первый встречный солдат Отчего же Я гражданский Безоружный Соблюдаю нейтралитет Сапоги Что? Тебя за сапоги Зарежут У тебя сапоги воняет Дурачок Война уже дошла До Новиграда? Нет Но это вопрос времени С одной стороны Реки Нильфгард С другой Редания Они облизываются На город Как псы На мозговую кость Эта кость Застряла в горле У многих Бадык Правда Мы в Новиграде Ценим свою свободу И знаем Как за нее сражаться Ха-ха Особенно ученые Сражаться можно Не только мечом Не забывай Что архитекторы Нашей академии Спроектировали Городские стены Которых еще не сокрушила Ни одна Военная машина Прощай Не надо идти Прощай Погоди Ведьмак Мне кажется Ты гражданин мира Может ты и в Гвинт Играть умеешь? Нет И у меня нет времени Учиться Но ведь это так просто Давай Сыграем Аааа Ну вон Картридж Я говорю Вам про карты Все правильно Реплики Со значком Начинают игру Гвинт Гвинт Ну давайте Сыграем Чушь Вообще Почему нет? Отлично Хотя я плохо играю Карты Добро пожаловать Гвинт Гвинт Это древняя Краснолюбская Игра Которая представляет Битву двух армий Игроки Полководцы А карты их Войска Ну давайте Блин Это наверное сложно Выберите Какую карту Обменять Что-то похоже На Херстон Ну давайте посмотрим Начальные карты Для начала Возьмите из колоды 10 карт С ними Вам предстоит Играть всю партию Других карт Вы не получите Самое главное Используйте Эти с умом Так это у нас Мороз Ну я Херстон играл Я понимаю Примерно Что здесь надо делать То есть Есть два бафа Да И есть Всякие Мечники Лучники Ну давайте Я баф карты Поменяю Ой тихо Подождите Что произошло Сила отряда Это карта Отряда Число В верхнем левом углу Означает Ее мощь На поле битвы Это число Прибавляется К суммарной Мощи Игрока Выложившего Карту Ну хорошо То есть Чем больше Чем больше Здесь цифра Тем больше Суммарная Мощь И то скорее всего Победил Это значок Ряда Вашего отряда Значок показывает Каком ряду На поле битвы Можно разместить Карту На каком ряду Несколько рядов Первый ряд Второй и третий Ладно понятно Рукопашный Дальнебойный Осадный То есть всего Три ряда Ближний бой Средний И дальний Ну так будем разделять Так легче Специальные Умения У некоторых Карты Отряд Есть специальные Умения Где-то я видел Ой я куда-то Нажал Вот у него Я видел Вот эта шплюшка Ну понятно Ладно Спецумения Типа это тоже Наверное какой-нибудь Баф В число Специальных карт Входят погодные Карты Вот они Они снижают Мощь всех Карт Определенного Типа На поле Битвы Включая Ваши Собственные Карты Не люблю Такие Карты Честно Харстов Мне тоже Не любил В самом начале Каждой игры Можно скинуть До двух Карт И взять Вместо них Новые Но сейчас Давайте пропустим Этот этап И сразу Перейдем К игре А почему Ну ладно Ну вот он Горел Три Три Ряда Поле Битвы Здесь находится Поле Битвы Это ваша Сторона Это сторона Вашего Противника Кстати Хотел заметить Здесь великолепное Обучение Интерактивное И Невероятно Удобное Во время Хода Игрок Может Выложить На поле Битвы Одну Карту Или Спасовать Спасовать То есть Пропустить Ход Пас В каждой В каждой Колоде Есть Лидер Вот они Вот у меня Лидер И у него Он обладает Специальным умением Которое Можно использовать В бою Только один раз Активировать Специальное умение Можно в любой Момент Нажав Х Как я понял Здесь можно Нажимать Как на кнопку Так и мышкой Все Кому как удобнее Как выкладывать Карты Нажмите Интер Чтобы выбрать Карту Из руки И нажмите Интер Чтобы выложить Ее на поле Ваш ход Ну давайте Посмотрим Так у нас Есть 10 Сколько вообще Карт 3 6 10 карт У меня Здесь И 26 Здесь Да 3 Ряда Первый ряд Второй ряд Ну давайте Попробуем Что у нас Есть Мечник Да Как я понимаю Общая сила Часло Слева Показывает Общую Мощь Вот она Общую Мощь Ваших Отрядов Число Справа Вот эти Вот Три Числа Показывают Мощь Данного Ряда Ряд Так вот Первый ряд Второй Третий Ну понятно Потом это все Суммируется Оба этих Числа Изменяются Когда вы Выкладываете Карту На поле В конце Раунда Игрок Самой Большой Суммарной Мощностью Побеждает Ну в принципе Мне кажется Это не сложная Игра Она Примитивно Понятна И самое главное Понять Когда конец раунда Будет И Набрать Больше Суммарного Числа Ну короче говоря Суммарной Мощи Пас Во время Своего хода Вы можете Спасовать Зажав Пробил Спасовать Вы больше Не можете В этом раунде Не одной карте Ваш противник Может Понятно Я знаю что такое Пас Конец раунда Раз Вот Что я хотел знать Раунд Заканчивается Когда оба Игрока Спасовали После чего Игроки Сравнивают Общую Мощь Своих Отрядов Чтобы Определить Победителя Все карты С поля Битвы Отправляются В отбой А общая Мощь Ааа То есть Нужно Чтобы он И я Спасовали Спас Ход противника Ну давай Бич Давай Пвп Или застал Давай Гоу Я играл Около Пяти лет В дурака Я в дурака Играл Ты понимаешь Нет Смотрим У нас есть Баф Снижая силы Всех рукопашных Отрядов Но игра Принципе Примитивная Типа Получается Мы сделали Карточную Игру В другой Игре А это Снижая силы Всех Осадных Отрядов То есть Получается Бафы Работают На определенной Скорее всего Полоски Да А я Выложил Ближника Да Я могу Сделать Пас Нет Надо Постараться Выиграть Я даже Не знаю Что будет За победу Они не Написали Ну давайте Попробуем Нет Это я не буду Выкладывать Хотя Подождите Давайте Выложим Вот эту Карту Вот Дает Плюс Один Всем Отрядам В ряду Кроме Себя Самого То есть Ему надо Выкладывать Осадное Оружие Вот У меня Два У него Два А Все правильно У меня Два Да У него Получается Четыре Я бы Тогда Сделал Вот так Где у нас Ближний Бой Есть Снижает Силу А давайте Потом в конце Это сделаем Баф То есть Мне тогда Нужно Будет Не выкладывать Карт Ближнего Боя Только Дальников Ну давай Чувак Сразу Тебе Катапульты Залуплю Восемь Очков Ход Противника Ага Средний Бой Ох ты Девяточка Нехило Средний Бой Кинул Да Ну давайте Тоже Выложим Средний Бой Тринадцать Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Ну, ладно. Огненный шар. 5-6. Как я помню, вот количество карт оставшихся. Мы положили бафы на все ряды. Ну, ладно, давайте тогда выложим мечника. 10-6. О, как тяжело. Ой, как тяжело-то идет. Вот если бы он баф не выложил. Так, 9-10. А карта уже кончается. Ну, давайте, что делать. В смысле? Сюда единицы сбрасывают? Лол. Смотрите. Так, у меня здесь сколько получается? 6. У него 4. Ну, давайте тогда и первый ряд тогда сбросим. Ну, давай. Как ее использовать? А все нельзя, что ли? В смысле? Подожди. Или здесь только две можно? Ну, ладно, давайте идем дальше. Ну, выкладываю еще. Ну, в этом раунде, вот он спасовал, да? Я сейчас должен нажать пас и, по идее, я выиграл в этом раунде. Нажимаю пас. Мы выиграли раунд. Ладно, допустим. Но, проблема. Очень мало карт. О, мне еще карту дали. Все равно мало. Ой, как мало карт. Ой, как мало. Ну, давай я выложу вот эту. Выложи, пожалуйста, ближника сильного. Нет, не то. Здесь проиграют, да? Пять. Я... А все, я ничего не могу сделать. Осадные отряды, получается, это рукопашный. А у него два лучника и у меня лучник. То есть, даже если я уберу у них урон, у них будет в итоге два, у меня будет один плюс один, два. И будет ничья. Я проиграл. Я выиграл? О, я выиграл. Смотри, мне повезло. Чему обосыное? Ценные советы. Нет ничего... Кстати, он мог выиграть, если бы он выложил карту, да? У которой там дамаг, хотя бы единицы или две, он бы выиграл. Нет ничего страшного в том, чтобы спасать или отдать раунд противнику. Иногда лучше приберечь карту на потом. В каждой колоде свои герои. Герои это ценные карты, не подверженные влиянию эффектов и специальных карт. Эти мощные карты, ну понятно, короче. А дальше что? Поиск карт. Вы можете получить более сильные карты, купив их. Мы видели, помните, они продаются. Или выполнив некоторые задания. В первом раунде, да, 12, 6. Третьего раунда не было. Всего три раунда, может быть, получается. Ну, неплохо. Я дойка. Дойка. Если доведется побывать в Аксенфурте, и ты захочешь сыграть с настоящим мастером, спроси Штепана. Он вроде простой кабачек, а в гвинт обыграет любого. Я запомню. Спасибо. На самом деле, эта игра не сложная. Я тут посмотрел, но ничего сложного нет. Просто нужно набрать большую сумму, да, слева. И при этом есть бафы. Довольно интересная игра. Можно будет даже пробовать собирать. Только я не понял, что я из этого получил. Ну-ка, подождите. Я что-то получил? Хотя бы денежку. 300 монет? Нет, деньги я не получил. Эликсир. Теперь можно использовать этот эликсир в игре. Какой этот? Нажмите R, чтобы активировать эликсир из первой ячейки. А! Ну-то я, да, это я читал. Мы обучение проходили, тем более. И все, что ли? Ну ладно, так. 300 монет ни хрена нам не дали. Пойдемте дальше. Здорово, братюня! Можно к вам гостя? Я ищу женщину. А-а-а, как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. Два шнапса. Хе, это улучшит тебе настроение. Не, братюня, я не пью, извентиляюсь. Настроение у меня поднимется, когда я ее найду. Ты жалко выглядишь. А это лишь капелька для настроения. Еще никто не умирал от маленькой капельки шнапсика. Давай лучше к делу. Ты ее видел? Леннифер из Вингерберга? Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Откуда ты ее знаешь? Так, нам что-то дали. Какой-то эликсир, наверное? А, или бухло, которое он заказал. Откуда ты ее знаешь? Чима? Где она? Быстро говори. Ты видел, Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Да, я ее люблю. Ты угадал. Это любовь. Я так и знал. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Черная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Нарала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Мы, люди с большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в виде, а ты будешь поблизости. Так, задание выполнено. Сирень и крыжовник. Спросить у... Каких-то мудаков об этой девушке. Ну, хорошо. Так, а что мы и едем? Нет. Ты идешь со мной, чувак? Да? Что такое? Я узнал про нее. А ведь с тех пор, как мы избавились от беса и зваруны, прошло уже больше полугода. Да, избавились и не только от беса. Как там звали этого сукина сына? Друга? Да будет ему земля пухом. Раньше все было проще. Чудовища, злые люди, добрые. А теперь... Перемешалось как-то все. Раньше было точно так же. Только ты, дедушка, подзабыл. Не тебе меня возрастом попрекать. У самого почти сотня лет за спиной. Пока, короче. Пока. Он сказал про сотню лет, я сказал сразу ему пока. Так, давайте быстренько прочекаем. Может быть здесь что-нибудь есть интересное? Не, вроде вообще здесь все так... Скромненько. Ну, пойдемте. Все, у нас, видите, на радаре, я вижу, появилась точка, куда надо идти. Ну, пойдемте. Опа! Ну что, выпил? Я не пил. Ага. Тогда упердывай! Нам здесь таких не надо. Так, нет, нет, опять месиво. Диалог Аксии. Вариантах диалогов отмечен очком. Вы можете использовать Аксии. Это знак воздействовать на разум других существ. Подчиняю. Ну, понятно. Это типа как в Скайриме уговаривание. Убеждение, вот. Убеждение. Но мне оно не нужно. Трое на одного. Так. Ну, конечно же, сейчас будем драться. Давайте, ПВП! Давай. Может, еще кого на помощь позовете? А то вдруг втроем не справитесь. Че? Да я б тебя один настучал. Давай. Суть, у меня мешок на голове и руки связаны. Хотя нет. Тогда тоже нет. Чеслов, Лешка, отойдите. Дам бродяге науку один на один. Лель. В смысле? А, он оружие не достает. Ладно, ладно. Давайте. Только на кулаках. В Скайриме такое уже тоже было. Вспомните. Много там было драк на кулаках. Давай, пес. Ну, ну. Ну. Ха-ха-ха. Ой. Ну, что-то слишком легко. Там два удара он упал. Ну. Нокдаун. Хорош, хорош. Ну, давай, пес. Опа. 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 Нет, хорош. Подожди, подожди, подожди. Бродюнь, подожди. На. На. Ну. А, он вбок стал. Прыжок. Да подожди. Да ударь ты его не раз. Все. Получены очки опыта 350. Ха-ха. Лель. Вот это мне нравится. Уже экшен. Как я понял, мы их не убили. Мы просто их отпинали. То есть вещи нельзя забрать. Ну, ладно. Давайте на этой веселой ноте мы закончим. Видимо, погода у нас будет плохая. Реально ветер поднялся. Смотрите. Дождь будет. Говорят, положили тело его в склеп. Ладно. Все. Всем спасибо за просмотр. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. Вступи в нашу группу. ПОСИТОН. 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 ПОСИТОН.